Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашей теме, которую мы с Алексеем иногда здесь сами начинаем, или предлагайте свою какую-то. Мы готовы поговорить с вами по душам или как получится? — Да, и вот мы сегодня с Еленой сели в студию перед нынешним эфиром и стали вспоминать, о чем мы говорили в прошлый раз, закончили. Это я немножко кухню приоткрываю. Закончили мы тот разговор или не закончили. И опять же, я подумал о том, что у нас в студии происходит примерно так же, как происходит на психотерапевтических сессиях, консультациях. — Что жизнь ведь так не устроена от одной какой-то логической мысли к другой. И невозможно, почти невозможно сегодня об этом поговорить и через неделю собраться и начать ровно с того места, на котором мы остановились неделю назад. — Продолжить такую историю. Пришли, включили магнитофон, который, ну вот этот наш древний, который стоял на паузе, и он заработал дальше. И наши передачи, если кто-то об этом задумывается и замечает, наши передачи в этом смысле похожи на вот такое немножко движение, как будто от случайного, от какой-то внезапной возникшей темы и так далее. Но, и опять же, терапия показывает, что в итоге это все складывается в одну единую, ну в один единый нарратив, можно сказать, в одну единую историю, да, в одну какую-то, может быть, беспокоящую человека проблему, это все укладывается. Поэтому меня это, ну так, очередной раз успокоило, когда мы тут почти начали думать, а с чего же нам начать. Вот мы начинаем с того, что мы снова готовим какую-то почву для себя, что-то вспоминаем, ждем ваших звонков. Ну и да, мы говорим о тех вопросах, которые беспокоят людей, и очень часто это беспокойство их приводит к самим себе, к друг другу. Ну, в общем, это мое вступительное слово на сегодняшний момент. Алексей, а бывает ли такое, что приходят люди к вам в кабинет, ну мы здесь говорим про запрос, который они формулируют перед встречей или во время встречи, они приходят и говорят, вот хочу прийти к самому себе. Или это все-таки нужно пройти путь определенный в работе, чтобы, ну вот именно в такие слова уложить свое желание, свой запрос? Ну, слово себя так или иначе периодически возникает в тех вопросах, которые люди в кабинете задают психотерапевту. Ну, примерно это может звучать так, я хочу уделить время себе, придя или начав ходить вот на психотерапию. Конечно, потом мы проясняем, а что такое имеет в виду человек, когда говорит уделить время себе. Ну, обычно это что-то связано с его собственной историей, что-то связано с тем, как он слышит свой собственный интерес или интересы, слышит ли он свои какие-то желания, свои какие-то намерения, действует ли он в соответствии со своими ценностями морально-нравственными, да, или ему приходится их как-то, значит, отставлять в сторону, сминать, приводить к компромиссу. Ну, в общем, это такая, да, ситуация движения к себе в определенном смысле. Даже когда речь идет о парах, даже когда речь идет о семейных отношениях, ну, вот то, о чем мы с вами говорили, ну, это люди задумываются, ну, если коротко, например, там, ну, муж и жена на семейной терапии высказывается, что в течение, там, длительного времени, вот я, я вот все делала, делала для семьи, и это все непонятно. Или он говорит, я все делаю, делаю для вас, и непонятно, куда все это уходит, мне это надоело, я хочу, чтобы было как-то по-другому. Ну, вот мы начинаем разбираться, что значит я делаю для вас, и что значит по-другому. Я надеюсь, это является ответом на ваш вопрос по поводу действий в отношении самого себя. Вы мне напомнили историю, которую я буквально на днях услышала от своей знакомой, и она рассказала мне историю про семью соседей по даче. Молодая семья, и двое детей, там, супруги, и мама очень такая вот, ну, если коротко, у нее все плохие. И муж плохой, и дети плохие, и дочь она ненавидит, и говорит, что не надо было ее рожать, как бы это жестко и жестоко не звучало. И вот моя знакомая пытается все время ее, ну, выслушать в ее проблемах каких-то, и говорит ей, вот иди к специалисту, иди к специалисту, выясни с психологом, почему вот в тебе столько много гнева, что у тебя в отношениях с мужем происходит, с детьми. Ну, вот ее эта соседка по даче категорически отказывается и говорит, что я вообще сама там совсем справлюсь, и разберусь. Как вообще целесообразно, нецелесообразно продолжать вот мои знакомые настаивать, и время от времени, может быть, возвращаться к этой идее посещения специалиста, или все-таки оставить эту семью как есть? Трудно, Елена, что-то посоветовать, не возьмусь. Что показывает практика? Она показывает, опять же, широкий спектр. Некоторые друзья не слезают, жаргонно выразимся, да, со своих друзей и подруг, пока, наконец, не, как это сказать, не донесут до них эту мысль, что да, слушайте, мой друг, а потом моя жена, а потом еще мои родители уже, а потом доктор, который мне приезжал ко мне недавно по поводу, ну, я не знаю, там, условно, какого-нибудь тревожного у меня расстройства, да, сердечной какой-то патологии, еще чего-то, работодатель, они мне уже давно говорят, что мне нужно сходить. И вот, ну, может быть, где-то это, значит, переполняет определенную чашу, критическую массу, и человек приходит. Иногда это происходит так, что человек остается один. То есть, вот, ведь, если так примерно представлять, та женщина, которую вы описываете, она очень непростая в коммуникации, если это, ну, вот так происходит, как вы описали, да, если так она сильно переполнена этими негативными, болезненными, агрессивными чувствами, что она постоянно их исторгает, проецирует из себя вовне, да. Вот я вам даже историю кусочек только рассказала. Ну, я знаю там некие диалоги, которые она мне пересказывала, моя знакомая. Вот это именно так и происходит, что она агрессивно исторгает, вот, потому что это всегда очень с криками, что там слышат все соседи, иногда с погонями за мужем. Вот, и иногда, я, может быть, другую крайность описываю, отвечая на ваш вопрос, как человек приходит к психотерапевту, но иногда получается так, что он остается один, ну, муж или жена говорит, слушай, я устал, я так больше не могу, и либо ты идешь, либо мы, например, разводимся, или мы уже живем в разных комнатах, в разных домах, еще где-то формально, да, существуют отношения. Дети... Вот это же уже как совет. Может быть, моей знакомой перенаправить свои вот эти предложения на мужа, чтобы муж, например, сходил к специалисту и как-то... Сложно сказать, мы ведь, Елен, с вами обычно в семьях видим какую-то часть того, что там внутри происходит, и парадоксальным образом иногда нам кажется, что мы бы не выдержали в этой семье и минуты, ну, такой ужас там какой-то, да, какой-то кавардак или скука или еще что там происходит. А возможно, кто-то в тот же самый момент про нас думает то же самое, что-то... Ну, это во-первых, да, во-вторых, мы видим только часть того, что, ну, показано, то, что демонстрируется, то, что обращено вовне, как это устраивает обоих супругов. У нас звонок. Перепью, Алексей, да, у нас звонок. Я вижу, по-вашему, да. Вы уже видите по моему такому оживлению, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, где центр, вот это, в Савеи находится. Никитинская, Никитинская 108. Это где, предвидите, Настя? Губернский рынок, примерно в районе губернского рынка. Ага. Никитинская 108, да? Да, спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Я не помню, что мы говорили. А вы звонили нам уже, да? Ну, вот, да, конкретный вопрос, конкретный ответ. Ну, в общем, вот так вот. И мы видим только часть, и как себя чувствует супруг при этом, какие он использует способы совладания в этой коммуникации, да. Что для него является таким способом, может быть, ответных каких-то реакций. Может быть, алкоголь, может быть, рыбалка, может быть, его… Ну, я так, надеюсь, я никого не задену, не обижу, не имею такой цели. Вот. Ну, это тоже возможно. Трудно держаться, да, наверное, рядом с человеком, который вот так исторгает постоянно из себя. Это… Ну, трудно. Моя знакомая оправдывает свою настойчивость тем, что ей жалко детей. Дети растут. И они все это видят. И она видит, как они страдают от такой мамы, которую очень сильные чувства внутри переполняют. Ну, вот пока… Иногда так бывает. Пока окружающий социум выдерживает такого человека за счет разных моментов, этот человек, значит, вот, ну, как-то себя в этом социуме чувствует, да. Как только… А такое очень часто происходит, начинают какие-то движения. Ну, дети вырастают, тоже там расходятся каждый по своим семьям, да. Что-то еще происходит. Вот. И, в общем, возникают какие-то вопросы. Сложная история. Мы с вами так в предположительных моментах, потому что… Сложная, потому что у меня и запроса нет как такового, да. У меня не было, честно скажу, поручения спросить у врача-психотерапевта, что делать. Это вот я, наверное, больше для себя спросила, потому что, ну, мне интересно стало, как быть. Если бы был запрос. Ну, мне… Вот вопрос у меня подвешен про ту семью, про которую мы говорили в прошлой нашей программе. Я понимаю, что здесь вы не раскрываете конфиденциальные вещи, и это всегда некий собирательный образ, но, тем не менее, вот та семья, на которую вы опирались, описывая ситуацию, приходила к вам за эту неделю на консультацию или нет? Есть ли у них там какие-то изменения? Пока не было. Ну, я в прошлый раз говорил о двух семьях, и я напомню, что я говорил о вот неком таком эмоциональном взаимо… Как это… Жизни в смещенной фазе немножко, ну, наверное, математики бы так сказали, да. Поясните. То есть у одного человека пик эмоциональный, в этот момент у другого человека эмоциональная ровность какая-то, да. То есть они не совпадают, не оба кричат в одно время, а один кричит, а другой эмоционально ровен. И как только второй начинает нагреваться, заводиться и, значит, эмоционировать, то первый достаточно быстро остывает, утихает и, в общем, начинает считать эту коммуникацию продуктивной, цель свою достигнутой. Вот. И я приводил, ну, о двух семьях говорил собирательно, да, и вот этот момент взаимодополнения… Ну, напомню, в одной семье, помню, жена провоцировала своими какими-то претензиями мужа, чтобы он какие-то эмоции яркие проявил, вот что-то такое. А вторая семья какая была, не помню. А там ровно наоборот было, когда муж, вот, значит, как примерно в вашей сегодняшней истории, достаточно быстро вспыхивает, супруга это все в течение какого-то времени выдерживает, пытается спокойно разговаривать, потом не сдерживается, тоже повышает голос, начинается что-то, и он очень быстро успокаивается при такой кричащей жене. Да, и я просто… Вы хотели какой-то вопрос задать? Я… Один комментарий уже по поводу еще одной семьи, которая приходила за это время. Вот… Я и задала вопрос, были ли изменения какие-то. Ну, это еще одна семья. Может быть, эта мысль, вот, та, которую сегодня хотелось бы, ну, как-то разместить, утвердить, вот, в сухом остатке. Это мысль о том, что чем бы супруги не занимались, мы с вами возвращаемся к этой мысли, чем бы супруги не занимались, не знаю, строят они дом вместе, воспитывают детей, едут на пляж, идут в магазин за покупками, собираются в своей супружеской комнате и так далее, и так далее. Они продолжают друг другу что-то сообщать. Попутно с тем, что они считают, кто сколько денег вложил в, ну, не знаю, там, в пропитание, да. Ну, он работает, и она работает. Они как-то считают, у кого сколько на это, да. Хорошо, не денег, сил, да. Он работает или она работает, а он там убирается или она убирается, да. Вот это все, вот эти какие-то подсчеты, они тоже про попытку сообщить друг другу что-то, да. То есть, вот, супруге постоянно и конфликты возникают тогда, когда вот этот какой-то баланс не сходится, когда вот эти эмоциональные вещи… Делить с кредитом не совпадает у одного и у другого. Это как акт сверки, как бы. Да, ну, например, супруге кажется, что то, чем занимается муж, слишком много отнимает семейных сил у него. Ну, то есть, он мог бы со всем этим… Ну, у него есть проект для семьи, в который он погружен с головой. И это достаточно амбициозный проект. И он сам там, и его силы там, и финансы большая часть. Раньше я помню, у советских мужчин таким проектом часто был автомобиль, где они с утра до ночи проводили время под машиной или под капотом. Автомобиль – это некая такая мужская метафора, да. Это может быть что-то… Ну, это может быть что-то. Дом, автомобиль – нечто, в чем мужчины привыкли себя утверждать и ощущать мужчинами, да. Вот, и, конечно, когда это амбициозно, когда это такой хороший, весомый кусок, ну, вот мужчины начинают и себя, и друг друга за это уважать. А супруге кажется, что он слишком вовлечен, и это почти про космос. То есть, это недостижимо. Ей бы хотелось его немножко… То есть, мне кажется, что вот этот его проект обкрадывает ее? Вы правы. И вот это тоже важно, когда мы вот так, может быть, немножко занудно начинаем… Супруг, как мы с вами, может быть, немножко занудно сейчас начинаем увязать в детали. Вдруг за этими деталями, вовремя, если мы на это обращаем внимание, начинают проступать еще какие-то вещи. То есть, вдруг мы видим, что это не столько про то, что его нету дома, и нужно считать деньги, и деньги куда-то уходят, и силы куда-то уходят, а она здесь одна и так далее, да. А еще про то, что она чувствует, что он не с ней, что он где-то еще. И в каком-то смысле это можно назвать ревностью, да. Она моего мужа похитила, но не другая женщина, а вот, ну, нечто другое, да. Его голова и сердце в какой-то степени не здесь, не дома. И она не очень это осознает, ну, отдает этому отчет, но, естественно, ощущает, ну, его физически там. Он физически меньше здесь, да, или он думает об этом. В общем, он начинает бить тревогу, и возникает парадоксальная ситуация, где вроде бы проект, который был согласован двумя людьми, ну, то есть, они договорились перед этим, что… Вот, и делегировали это супругу, начинает одновременно быть неким таким разлучником, да, чем-то, что встает между ними. И когда супруги на это обращают внимание, они перестают говорить, что вот, в общем, какой-то плохой проект, надо его бросить и так далее, да, заняться чем-то. Она говорит, давай бросай, он говорит, нет, мы уже почти все сделали. Вот какие-то такие. А потом, когда речь начинает заходить, что дело-то не в проекте, а в том, что они друг другу говорят в связи с этим, что они друг другу сообщают, ну, как-то дело начинает двигаться с мертвой точки, потому что не надо делать с этим проектом что-то, надо что-то друг другу, наверное, сообщить. Ну, например, пересогласовать. То есть, мы вообще занимаемся этим или не занимаемся, да? Может быть, она ему скажет, слушай, я устал, я тебя так долго не вижу уже в течение, там, какого-то времени. И по большому счету дело, я на тебя злюсь не потому, что ты куда-то уезжаешь, потому что мне тебя не хватает, да? И как мы можем эту нехватку нивелировать, уменьшить? Ну, то есть, пересогласовать – это не только продолжаем мы делать проекты или не продолжаем, а если продолжаем, то как мы это делаем, да? Например, ты этому проекту уделяешь условно 4 дня в неделю, а 3 дня мне. То есть, там можно какие-то другие нюансы. Или ты там 3 дня помогаешь мне по дому, а в остальное время я тебя не трогаю. Или ты там 3 дня или 2 дня, или один день занимаешься детьми, а у меня день красоты, я пошла по косметологам делать маникюр и прочее. То есть, там много, может быть, нюансов? Да, вы правы. И основное, что, может быть, стоит в этом плане сказать, что пересогласовать можно тогда, когда мы понимаем, о чем идет речь. Ну, хотя бы близко понимаем. А что именно мы пересогласовываем, да, в данном случае? Мы финансы делим, мы делим зоны влияния, или мы говорим о том, что нас связывает, мы говорим о наших чувствах, например, да, о каких-то чувствах, да, оставшихся, усиливающихся, уменьшающихся и так далее. И хоть и я, по крайней мере, не знаю, как наши телезрители, как вы, слышу, что очень много речи о том, что люди стали холодные, отстраненные, очень материально ориентированные. Встречи с семьями показывают, что это не совсем так, что люди очень продолжают тонко чувствовать отдаление друг друга, движения друг друга какие-то, которые непонятны, например. Да, что происходит, когда вот кто-то так себя ведет, да. Вот. Мы, например, у нас был один интерес у супругов, и вдруг этот кто-то из супругов перестает этим интересоваться, да. Ну, говорит, ну, в общем, мне стало другое нравится. И у другого, оставшегося супруга возникает вопрос, это про что? Это про наши отношения или это вот, ну, просто про интересы, да. И, в общем, тут каждое какое-то движение, особенно если это длинно расположено в течение жизни, у некоторых супругов такие тянущиеся, дремлющие конфликты, как вулканы, которые периодически так взрываются. Взрываются чем? Так вот слушаешь, они говорят, ну, в общем, за нашу жизнь мы четыре раза подавали на развод. Я понимаю, что у них вот были такие извержения, слава богу, никого не засыпало этим пеплом, они пока еще вместе, но вот они там пришли пятый раз, да, почти накануне, и они встревожены, что в этот раз это может быть фатально для них двоих. В общем, какие-то такие вещи, да, или у кого-то что-то как-то, кто-то куда-то уезжал, они разъезжались, вот. Поэтому это какие-то дремлющие. Мне кажется, что эти пиковые вещи, когда они пытались разводиться, модель какая-то, которая там назревала, она, возможно, вот так вот перетекает из одной попытки развестись в другую, ну, потому что там вопросы, возможно, нерешенными остались. Ну, другие проекты, другие какие-то смыслы, ну, вернее, смыслы те же, но другая окружающая обстановка какая-то. У нас прям... Я коротко. Все, прощаемся, Алексей, у нас время. Прощаемся, да? Да, прощаемся. А, ну все, я хотел зафиксировать эту мысль. Тогда всего доброго, будем возвращаться в следующий раз к этому. До свидания. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok